Вы дважды упомянули фамилию Полищук. Давайте сейчас развеем миф или наоборот его авторизуем, потому что я массу читал всякие версии. Я люблю развенчивать миф, потому что пишут про меня чёрт знает что. Одна из историй, что якобы вы взяли фамилию мамы Полищук. Рассказываю, как на духу, как на духу. Журналисты, как вы знаете, являясь сам. Прошу прощения, совершенно непредвиденное обстоятельство. Живой пластический момент выключаю. Лучше выключите, а то будут наводки, Алексей. Прошу прощения. Итак, вы как журналист наверняка, Евгений, знаете, что журналисты любят жареное. Без заголовка нет статьи, без статьи нет коммерческого успеха, нет тиража и так далее. Я тогда трудился у, дай бог ему здоровья, Илья Вербуха на шоу «Ледниковый период». С Анной вы были. С Анной Семенович. Мы дерзали на льду. Я пытался делать то, что я умею коряво, но как-то у меня, в общем, это все получалось. И мы выступали на Ходынском поле. Какой-то был громадный дворец. Вот. И я там после выступления, мы обычно брали микрофон и что-то говорили зрителям. Так. Вот. И я в запале, в горячке какой-то сказал громко на весь дворец спорта, значит, Илья Вербуха, Алексей Макаров. Я говорю, Алексей Макаров-Полищук. Очень мне хотелось сказать, что я еще и Полищук. Ровно после этого все интернет-издания написали, что я взял себе фамилию Полищук. Они немножко перепутали. Фамилию Полищук взяла себе моя родная сестра, Марьета Цегаль. Старшая? Нет, она младше меняла 12 лет. На 12 лет? На 12 лет, да. Да. Марьета Цегаль взяла себе, после того, как мама ушла, она взяла себе фамилию Полищук. Я себе фамилию Полищук не брал, что, в общем-то, может быть и зря. Но журналисты из этого раздули, из этого моего спича на льду. Раздули так, что вроде я тоже взял... Алексей, заметьте, не на ровном месте. То есть вы... Да, да. Наверное, не на ровном месте. Наверное, я дал информационный какой-то повод. Но если, значит, кто-то проявит интерес к метрикам моим, там фамилии Полищук нет. Но это, в общем, это миф. Нет, ну, учитывая, что Любовь Полищук это культовый совершенно персонаж, кинематограф, и она ее ни с чем сравнить, ни с кем сравнить нельзя, она особенная такая была. Совершенно верно. Актрисы, то к ней, конечно, есть интерес, и это бренд такой. Поэтому я как раз, может быть, из корпоративной солидарности оправдываю коллег, что они за это уцепились и стали это обсуждать. Евгений, вы знаете, мне кажется, что все и так абсолютно в курсе, что я сын Любови Григорьевна Полищук. Ну, как-то еще пристегиваю к себе фамилию. Ну, я не знаю, я в молодости мог это сделать, когда получал паспорт. Но я в молодости страдал таким юношеским максимализмом, остатки которого до сих пор иногда проявляются. Я подумал, что уж, коль я поступил в театральный институт, надо прославляться под фамилией Макаров. Надо, чтобы зритель знал, что Полищук уже есть. Полищук этому бренду, как вы говорите, надо соответствовать. Я очень побаивался, что я вдруг довозьму и не начну соответствовать. И тогда фамилия будет, что называется, ну, как-то не то, что скомпрометирована, ну, как-то не то. Взял себе фамилию Полищук, а при этом, ну, абсолютно... Я подумал, что если уж позориться, лучше позориться под фамилией Макаров. Вот, поэтому я оставил фамилию Макаров. Мама, в общем-то, ну, так... Я так подозреваю сильно, что ей было, наверное, это не очень приятно. Но, тем не менее... Вы не обсуждались? Тем не менее, нет, мы не обсуждали. Мама всегда давала мне абсолютную свободу в плане моих каких-то телодвижений. Хочешь, туда поступай, хочешь, сюда поступай. Хочешь такую фамилию брать? Тебе эта девочка нравится? Пожалуйста. Хочешь в ПТУ поступать? Да ради бога. Все, что хочешь. Хочешь в армию служить? Сынок, да пожалуйста. Это личное твое дело абсолютно. Мама в этом смысле была большая молодец. Она мне, вот в этом смысле, ничего не запрещала. Она во всех смыслах, мне кажется, была молодцом. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сонинка по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.